Вообще у меня ближайшие дни предстоят очень напряженные. Все должно быть у меня под рукой, потому что мои ноги будут заняты, я буду прикована тут к дивану. Вот мы когда уже видео там скопируем, все такое, тогда вы посмотрите, какой фильм Морозка, мы вам показали половину. Ты была мамой, куклой мамой? Да. Ты была очень строгой мамой куклой, да? Нет. Добренькой была? Да. Да ты че? О, ветерочек подул. Выдал мою занавесочку на улицу. Гром гремит, что-то там. Ну как-то вот дождик вроде утречком рано шел чуть-чуть. Сейчас гремит, может быть дождь пойдет. Доброе утро, девочки мои. Вот такая погодка. Пока что прохладненько. Сейчас 24 градуса у меня. О, ой, как хорошо, прям дует классно. Всем доброе утро, девочки мои, еще раз. Как всегда. Показала я вам, как всегда, что на улице творится. Я проснулась, пью кофе. Сейчас время уже 9 час. Мне к 9 часам должна масса прийти педикюр делать. Я уже приготовила все ей. Вот там уже постелила на пол простыночку. Осталось только тазик с водой поставить и сесть в тазик за полчаса до ее прихода. Но я пока что пью кофе. Поздно вчера уснула, не могла долго уснуть и проснулась тоже в 7 часов. И вот сейчас быстрее, быстрее надо кофе попить. В порядок себя вроде бы так более-менее привела. И в общем, жду ее. Что еще сегодня? Сегодня сын позвонил с утра. Говорит, у нас стивушка по балю. Вчера к врачу сходили, лекарства прописали. И вот у него дилемма везти ее в садик или не везти в садик. Потом позвонят, скажут, забирайте. В общем, я говорю, давай приводи ее ко мне, пусть она у меня будет. Сегодня на тренировку нужно было мне ее забирать, отводить. Но тренировка, значит, отменяется. В общем, я быстрее, скорее пью кофе. И сейчас уже сяду в тазик. И тогда уже, что, и Настю приведут. Но у меня все открыто. Не знаю, вроде бы и жарко, и душно, и сплит бы включить. Но там сейчас слышу, гром гремит. Дождь как пойдет, а сплит нужно будет выключать. Поэтому я уже решила, пусть уже температура в комнате 29-30, где-то такая. Ну, хоть немножечко подует, и вот так хорошо. Ой, так приятно, когда подует. Вообще, когда жара, у нас очень редко дует ветер почему-то. Все, девочки, наконец-то я села в тазик, ноги опустила. Суета, почему мне с утра? Потому что я не ожидала, что Настя сегодня придет. И я ничего не готовила. Я сейчас быстрее поставила размораживать курицу. Думаю, надо, ну, там, галяшки куриные. Надо либо суп сварить, там, либо сварить курицу, там, какой-то гарнир. В общем, что-то приготовить. Но я думаю, Настя придет, она мне скажет, что она хочет. Будет ли она есть суп, либо курицу вареную с гарниром, там, картошечку, может, пюре ей сделаю. Для нее сделаю, для себя вот бы я не делала. Вот. Ну, в общем, короче говоря, забегалась, забегалась. И тут надо подготовиться. Я обычно сажусь часа на два, вот эта вся процедура. И я сюда уже рядышком кладу с собой телефон, пульт. Один пульт от телевизора, другой пульт от сплита, на всякий случай. В общем, телефон, все должно быть у меня под рукой, потому что я, мои ноги будут заняты. Я буду прикована тут к дивану. Вот. Настя, не знаю, будет она лежать или не будет, когда придет. Но я на всякий случай уже положила ей подушечку. Захочет ребенок прилечь, приляжет. Не захочет, значит, она вот там сядет за столиком, будет что-нибудь рисовать там или что-то делать. Ну, пока вот этот педикюр. Потому что решила сделать педикюр срочно. Потому что, думаю, дочка, когда мне привезет кота, кошку, Милку, то мне уже будет тогда не до педикюра. Я так представила себе, думаю, тут будет педикюр, тут будет все это лететь. Кошка будет тут скакать, прыгать, мешать. И если она на три недели мне оставит ее, то это, в общем-то, надолго. Поэтому, думаю, надо педикюр сделать срочно. Я вчера уже позвонила, мастеру вызвала и на сегодня. Но не знала, что Настя будет. Ну, ладно, Настя это не кошка. С Настей можно договориться, поговорить. В общем, все. Ну, сейчас вот педикюр сделаем. А потом уже нужно будет мне уже готовить что-то ребенка, кормить целый день. Я не знаю, завтра будет она со мной или нет. Но в любом случае, что-то надо будет готовить. Все, девочки, педикюрчик сделали теперь у меня. Аккуратненькие ножки. А вот и Настя. Всем привет! Я приехала с моря. Извините, что меня так долго не видел, потому что я в Крыме. А Крым это очень далеко. И вы знаете, что мы там делали? Мы обмазывались грязью. Класс. Ну, это была лечебная грязь, если вы не знали. Это лечебная грязь, потому что один рулит мотоциклом, у него очень болела нога. И он неделю обмазывался этой грязью, и потом он обмазывался этой грязью. И у него перестала болеть нога. Все. А сегодня у тебя болит ушко, и ты не пошла поэтому садить, да? Да. У меня болит ушко. И вы знаете, что? Когда я вот так открываю рот, у меня вот эта чалища болит. Понятно. Ладно, так освещение плохо. Мы сейчас поменяем освещение попозже чуть-чуть. И что-нибудь расскажешь, да? Да. А я сейчас буду готовить курочку. Что-нибудь сейчас приготовим. Сейчас решим, что будем готовить. Девочки, включила я фильм «Москва кассиопея». Ну, я помню, в детстве мне нравился этот фильм. 1974 года фильм. Ну, вот смотрим. Я помню, там какие-то роботы были, и им говорили, там загадки загадывали. А и Б сидели на трубе, и вот они там плавились. По-моему, это этот фильм. Ну, по крайней мере, вот эти вот ребята там вроде бы как в космосе. Я помню, это еще был фильм какой-то «Отроки во вселенной». Вот не помню, это было в этом фильме или в том. Так, ну и что? Я приготовила обед сегодня. На обед я сварила супчик с лапшою, с курочкой. Сделала пюре. Салатик, курочка вареная у меня. И еще, если Настя не захочет на второе курицу, есть колбаска, можно будет обжарить обезжиренную колбаску ей. В общем, все готово. Фрукт и арбуз, все есть. Вот, вот они, эти роботы. Это как раз в этом фильме. Вот, сейчас самое интересное начнется. Но это уже во второй серии. Вот такой супчик легенький. Я сварила, не стала его снимать. В общем, курочку там поварила. Две ножки я их просто взяла, чуть-чуть потрошила, пополомала. Картошечка, лапша чуть-чуть. Морковку Настя не любит. Я ее крупно порезала, положила себе. Настя вообще кушать еще не хочет, но пол тарелочки согласилась поесть. Все, я переоделась в эту платьюшку. Мне бабушка показала, оно красивое. Вот я сейчас выделила зеркало, оно красиво выглядит. Я могу даже пойти так, в платьюшке. Ну, какой-нибудь праздник, там, еды, там. Да, чуть-чуть оно тебе большое, но как раз, во-первых, после стирки оно немножко подсядет. Но еще и на следующее лето оно тебе пригодится. Ну, платьечко симпатичное. А нас тебе понравилось, расцветочка такая красивая. Ну, мне тоже нравится, хорошо. Девочки, я включила «Усатый нянь». Досмотрели мы тот фильм. Ну, вот этот, мне кажется, повеселее фильм. Кто помнит его, вот можете тоже включить его, посмотреть еще раз. На стюльке я ушко закапала. Настя лежит, умничка такая, послушная девочка. Смотрит кино. А кто-то мне говорил, у меня ушко болит, бабушка. Дай мне норофенчик сладенький. Ну, не показывай это. А, да, симулятор ты молодой. Я говорю, ты меня обманываешь. Она прикидывается, что не обманывает. Обманщица. Не приставай ко мне. Я включила фильм «Морозка» 65-го года. Вот эта вот девочка похожа на Настюху чуть-чуть. Такая же лапочка. Пойдет какой-то там колодец и крючок. Ей там дадут, а потом она за ней тоже пойдет. Ей дадут там красивая платочка. А вот эта, которая сошет и спит, ей дадут просто уголь. И она будет некрасивая. Ну, да. Потому что хорошие сестры дадут хорошие. Инна Чурикова такая молоденькая. Да, старые фильмы иногда так хочется пересмотреть. С 65-го года фильм это вообще. Я в 64-м родилась. Я еще в детстве его смотрела, этот фильм. Ну, как этот фильм назывался, который, ну, там... «Морозка». Да, вот мы смотрели «Морозку», мы уже показывали. Вот мы когда уже видео там скопируем, все такое. Тогда вы посмотрите, какой фильм «Морозка». Мы вам показали половину. И сейчас мы смотрим, не знаю, какой фильм. Ну, я не захотела... «Невероятные приключения итальянцев России», смотри. Да, и... Ну, я не знала, вы знаете, почему? Потому что я не захотела сначала «Морозку» смотреть. Потом бабушка сказала, я хочу себе какой-нибудь фильм включить. Только не детский. И мы включили, и здесь какой-то тигр выбросся. За людьми вот так вот гоняется. И я вам хочу сказать... Всем пока-пока. Подставляйте лайки, подписывайтесь на мой канал. И нажимайте на кнопочку. И не забудьте еще на колокольчик. Ну, и подписаться не забудьте. Всем пока-пока. Доброе утро, девочки мои. Ой, какой туман густой. Ничего не видно. Сегодня дождик ожидается у нас. Парит. Вчера был тоже чуть-чуть дождь. В общем, короче, туман густой. Ну, ладно. Ну что, девочки мои, хороший день. Следующий наступил. И опять в этом сарафанчике, который не всем понравился. Но самое главное, что он нравится мне. Жара необыкновенная. Очень душно. Сегодня дождь у нас вроде как обещают. Кстати говоря, он должен был уже начаться. Но пока не пошел. Но они то обещают. Он приходит, этот дождь позже. Но вечером уже дождь должен пойти такой, что на целый день. Так, что у нас сегодня? Настя сегодня пошла в садик. Мне нужно будет ее забрать. И что еще я хочу сказать? Вообще, у меня ближайшие дни предстоят очень напряженные. Во-первых, дочка собирается в поездку. И, ну, как всегда, Милка приедет ко мне тут. К бабушке на дачу погостить. Вот. Ну, дочка собирается вроде бы надолго. Там, не знаю, недели на три, может быть. Так что деваться некуда. Милку нам жалко куда-то отдавать. Мы уже посовещались, подумали. В общем, решили, что Мила будет опять у меня. Ну, что делать? Значит, окна и двери будут закрыты, но сплит-система будет, значит, работать. Но еще, что у Наташи сейчас тоже ближайшие вот эта неделя, следующая неделя почти без выходных. Так что Настю я буду тоже с садика забирать. Она будет у меня. В общем, как мы будем тут, не знаю, веселиться или не веселиться, что тут будет, дурдомы, я не знаю. Ну, а что делать? Ну, надо так надо. Надо выручать своих родных и близких. Ну, а сегодня я встала, проснулась, написала список продуктов, которые мне нужно взять. И, в общем, список получился опять длинный. И я решила опять заказать доставку. Ну, а раз доставка, значит, арбуз надо туда обязательно приправить, что самой таскать арбузы. Пусть уже принесут мне уже его на дом, поднимут наверх этот арбуз. Тем более, что в такую жару, честно говоря, аппетита особо нету кушать. Особенно вот Настя вчера на супчик покушала великолепно. А на ужин уже покушать пюре, салатики сделала, колбаску обжарила вместо сосиси. В общем, чуть-чуть поклевала и все. Потом она ела арбуз, банан, фрукты, персики, яблоки. В общем, заказала я кучу еще фруктов. Если в жару в такую ребенок не хочет кушать нормальную пищу, то я считаю, что если ребенок хоть что-то ест, печенье пусть это будет, или это фрукты, это уже еда, и уже ребенок будет не голодный, и уже, по крайней мере, можно спокойно жить. Ну и потом воду Настя пьет. Я ей вчера дала пол-литровую бутылочку, минеральную покупала, которую тоже в прошлый раз на доставке. И она пока у меня была, в общем, за целый день она эту бутылочку выпила, помимо арбузов и, в общем, всего прочего. Вот так что вот такие у меня в ближайшее время такие вот дела. Ну и я думаю, что в связи с этими делами, наверное, скорее всего, мои видео будут запаздывать, потому что у меня уже будет меньше времени и сил их, в общем-то, монтировать, поэтому будут они немножко с запозданием выходить. Но это все временно, я думаю, что потом все вернется на круги своя, и потом будет опять регулярное видео через день, как я уже привыкла вам выпускать. Ну а сейчас, может быть, где-то через два дня, где-то, может быть, вот так вот будет выходить как-то видео. Ну или с запозданием, не в 8 утра там позже, а может быть там на следующий день, когда как монтировать. Вот это видео, я чувствую, что оно уже у меня завтра утром не выйдет, потому что я только завтра утром его сяду монтировать. Значит, оно выйдет либо послезавтра, либо завтра уже после обеда, как получится. Вот, ну ничего, такая жара, в общем-то, кого не спросишь, все ходят вяленькие, у всех сил, энергии нету, в общем-то, и я такая же, да, поэтому, ну, как будет, так будет, так что потерпим еще немножечко. Ну а сейчас я жду доставку, я только вот список отправила, доставку себе оформила, и уже через 10 минут мне уже пишут, что заказ в пути, так что вот-вот уже заказ принесут, я вам покажу, что я там заказала. Готовить сегодня ничего не буду, потому что я вчера то, что я приготовила, еще есть, сегодня покушать, Настю накормить есть чем, я заказала еще ей сосисечки, так что, в общем, на ужин будет и фрукты ей, все, что она захочет, будет покушать. Выбор будет, по крайней мере, а там уже, что она захочет. Я, как говорится, не насилую ребенка, что хочет, то есть. Я ей предоставляю, как говорится, варианты разные, она сама уже выбирает, что ей хочется покушать. Вот так, девочки, так что давайте ждем доставочку. Забыла я вчера, девочки, постелить клеенку. Настя села рисовать красками, и хочу вам сказать, вот это покрытие, прозрачная клеенка, вот акварельные краски, видите, желтое пятно, оно не оттирается. И поэтому я думаю, что вот это вот покрытие, оно очень капризное, поэтому я застелю клеенкой, раз у меня Настя будет каждый день, она рисует, и пускай вот это пачкает, это не жалко. Это дешевая клеенка, а вот это покрытие дороговатое. Если кто-то знает, вот акварельные краски, чем можно оттереть, подскажите, пожалуйста. Вот, принесли мне два пакета огромных. Доставка пришла через 45 минут после моего заказа. Отлично, сейчас посмотрим, что там принесли. Ну, в общем, из молочки я заказала молоко, еще у меня там одно есть, оно быстро выпивается, особенно если я манную кашу захочу сварить, там, может быть, Настя покушает вечером. На этот раз заказала двухлитровую негазированную водичку, но тоже, чтобы она как-то получше, чем все-таки фильтр этот. Быстро очень светет с крана вода. Йогурт без сахара мне этот очень понравился, я его прям буквально за два дня выпиваю. Надо было, может быть, два заказать, не знаю. Взяла сметанку свежую, 15%. Вот эти котлеты по-домашнему, я их брала уже. Хороший там нормальный состав. И сейчас вот две по цене одной. Я взяла поэтому сразу две. По акции был мой любимый сыр. Это отопленое молочко, вкус. Взяла на этот раз красную цену 8,2%. Потому что все-таки вот 7,2%, которые голубенькие, крошатся. Масло неудобно намазывать. Взяла ганноверские сосиски. Вообще люблю родионовские. Родионовские, они чуть-чуть подкопченные, но эти тоже хорошие. Вот. И взяла немножко зелени, укропчик. А что из овощей? Вот такой огромный арбузище. Я думаю, спеленький. Так, немножко бананчиков. Полкило. Это вот кишмиш, виноград. Тоже Настя любит. По 300 грамм. Это вот персик, мектарин. Яблочки эти ганноверские. Ой, как они называются? Голден. Голден называется. Боже мой, сказала ганноверский. Так, пупырчатые вот эти вот огурчики. Тут тоже, не знаю, убран. Полкило, наверное, здесь, да. Ну, в общем, так, всего по чуть-чуть, но пусть, чтобы оно у меня было разнообразие. Все, вазочка для внучки у меня уже готова. Там яблочки внизу лежат. Ну, и когда я за ней пойду в садик, может быть, еще по пути еще чего-нибудь докупим. В общем, нектарины, яблоки, виноград, бананы в холодильнике я храню. Они там все-таки дольше хранятся. Ну, и арбуз. Все. Ребенок будет сыт. Девочки, только что прошел сильный дождь, ливень. И сейчас пока дождя нету. Но я зонтик с собой беру и уже топаю в садик за Настей. Ну, небо облачное. У нас не облачное, даже прямо пасмурно. Но прохладненько, классно вообще. 23-24 градуса на улице. Ну, дома, конечно, 29, как всегда. Все, девочки, вышла я, иду в садик. На улице свежо, так хорошо. Прям я уже давно не помню, когда последний раз был такой свежий и не горячий воздух. Прям хорошо. Дышится легко, классно. Я смотрю, дождик опять начал слегка покапывать. Ну, в общем, нужно будет сейчас зонтик открывать. Я зонтик взяла. Вышла чуть-чуть пораньше, немножко. Думаю, пройдусь по воздуху. И пока дождь не шпарит. Потому что он, наверное, сейчас опять как влупит и пойдет. Ну, сильно, не сильно, но будет капать. Думаю, пройдусь по воздуху, подышу. Дома все-таки, хоть и у меня и окна открыты. И тем не менее, все равно... Ну, дом прогрелся, видимо. И никак не охлаждается. Только если сплит включаешь, тогда охлаждается комната. Только стоит его выключить, опять нагревается. И ночью душно, и все время душно. Как хорошо. Иду, наслаждаюсь свежим воздухом. Дождик легкий такой моросит. Я смотрю, несмотря на дождь, все равно там кто-то занимается на поле. А поле там вообще мокрое. Ну, футболисты. Дождь, не дождь. Заниматься нужно. Я смотрю, уже начинают желтые листики тут. Хотя их никто, наверное, и с осени не убирал. Они тут так и лежат. Там вообще на той стороне желтых листьев полно. Не хватает дворников. Ну, что делать? Мало платят зарплату дворникам. Никто не хочет работать дворником. Ой, как хорошо. Такой свежий воздух. Я даже иду, думаю, прям напоминает пионерский лагерь. Я в лагере помню, когда дождь пройдет. Вот такой свежий запах. Так хорошо пахнет. Приятно. Здорово. Пришла за Настей, а детей на прогулки нету. А тут, я смотрю, детские вот эти вот площадки вообще затоплены. Интересно, если у них вот так после каждого дождя, где же тогда дети гуляют. Это ужас. И они все площадки, я смотрю, затоплены. И соседняя тоже плавает. Ужас. Семь лет. Сейчас зашли в магазин, вышли из садика. И вы знаете, что сегодня мне говорили, что я убрала, и мне дали конфетку. И еще, я еще помню, что мы в садике, вот сегодня в садике. Чтобы что-нибудь было у вас хорошее, веселое, может быть. Ну, да, конечно. Я не помню. А, да, вот мы с девушками играли в куклы. И мне досталась мама. И я там ухаживала, я не помню. Обзывала, да. Ты была куклой мамой? Да. Ты была очень строгой мамой куклой, да? Нет. Добренькой была? Да. Да ты че? Там девочка. Ну, молодец. О, мои подружки. Понятно. Ну, ладно, давай уже дома поболтали. Все, мы пришли домой. Девочки, зашла в магазин, чтобы купить аютинский хлеб. А трубной не было трубного. И на доставку тоже не было трубного. Ну, пришлось взять такой. Ну, как куплю от трубной, я тогда соседке остальное отдам. Желтые груши мягкие, очень классные. И вот это вот я взяла. Молис, моя кашка любимая. Только она в новой упаковке. Интересно, она поменялась как-то или нет. Яблоко, абрикос, лесные ягоды. В общем, взяла. А вот это я взяла попробовать. Я посмотрю, дочка там где-то показывала в своем видео. Это вот такие вот гнезда, ну, как лапша. Ну, вот что-нибудь придумаю из этого потом. Приготовим вместе. Мы с Настюшей смотрим сегодня смешные видео про смешных животных и про смешных детей. Настюля тут у меня лежит, балдеет. Вот, в земле был такой дупло, и там говорили сказку, прилетает, и там такой кот раз, два, три. И воробей, такой кот в дупло залетает. Ну да, смешные, смешные видео. Настюшка, пора прощаться с подписчиками. Я хочу видео это закрыть. Скажешь до свидания всем. Ну, всем пока-пока. Ну, ты попрощалась, да, будем считать? Не забудьте написать на кнопочку и поставить колокольчики. Всем пока-пока. И лайк Настюшке, да. Ну, и подписаться. Подписаться на канал. Настя, ты сегодня за меня, вместо меня прощаешься. Кому видео понравилось, скажи, ставьте лайк. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok